Девушки отдыхают 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 прямо с песней, поэтому будем рады. И было бы здорово, если будете объявлять ту песню, которую исполняете. Некорректная конкретность. Убей меня так, чтобы я не потерял, чтобы я не хрипел, чтобы я не стонал. Убей меня так, чтобы я не хотел жизни разыскивать новый канал. Убей меня тихо, убей меня ночью. Оставь колебания пустых самобнений. Убей меня быстро, так родно и прочно. Чтоб не оставлять причин для сомнений. Некорректная конкретная. Конкретность некорректна. Убей меня страстно, убей меня с чувством. Пусть адреналин нагоняет в стужу. Убей меня так, чтобы было искусство. Убейство, которое рвется наружу. Убей меня мирно, убей меня точно. Пусть звезды на это втирают, блестая. Убей, чтобы это было точка. А не многоточие и не запятая. Некорректная конкретность. Конкретность некорректна. Некорректная конкретность. Конкретность некорректна. Некорректная конкретность. Некорректная конкретная. Некорректная конкретность. Требентная конкретность. Убей меня так, чтобы смерть, как болит. Прорезала тьму мозговую, играя Убей меня так, чтобы я был убит Убей меня ты, я тебя выбираю Некорректная конкретность Это неконкретность, конкретность некорректность Некорректность, конкретность Убей меня так, чтобы я не потел Убей меня так, чтобы я не хотел Убей меня быстро, убей меня ночью Убей меня быстро, добротно и прочно Убей меня страшно, убей меня чувства Убей меня так, чтобы было искусством Убей меня мирно, убей меня точно Убей, чтобы это было точко CNN назвала этого самого модного и, видимо, самого красивого парня отечественного поп-рока лицом современной российской молодежной культуры Но какой из лиц самого Найка Борзова рассмотрели американские журналисты? Ведь Борзов подобен римскому богу Янусу, который, как известно, имел два лица, обращенные в разные стороны Панк, не особо стесняющий себя в выражениях и поведении на сцене Организатор панк-группы под названием «Инфекция» Автор некогда запрещенной песни «Лошадка» Барабанщик и вокалист скандально известного проекта «ХЗ» Это один Борзов Другой — это флегматичный и мягкий юноша Прослушавший огромное количество британской и не только музыки Сольные альбомы которого всегда оставались романтическими Наверное, и сама судьба долго путалась и не могла понять, какой же из этих лиц Найка Борзова ей выбрать Но все-таки предопределила встречу Борзова с Олегом Нестеровым, лидером группы «Мегаполис» Весной 99-го года открывшего свой собственный лейбл под названием «Снегири» Нестеров-то и рассмотрел в ищущем разностороннем музыканте потенциал звезды Сравнив Найка с перебесившимися панками и гип-попом, и ником Киевом, которые стали писать лирические песни Выход альбома «Супермен» в январе 2000 года превращает Борзова из персоны Нон-Грата В персону Грата для радио и телевидения, подхвативших простую песенку про ПТУшника Вову, знающего три слова Через очень короткое время эту песню, а затем последнюю песню «Верхом на звезде» и «Лошадку» запела вся страна Неугомонного Найка, проявившего устойчивый иммунитет к звездной болезни Правда, не устроила спокойное почивание на лаврах отечественного поп-рока И все, что накапливалось в нем годами музицирования и прослушивания музыки Что сидело в нем и мешало успокоиться, прорвалось с занозой Так назван новейший Найковский альбом Похоже, Борзова можно назвать новым героем нового века Показывающим новый уровень мышления, многоликость, новую эклектику и постмодернизм А теперь, Найк, еще раз добрый вечер Уже полноотъясный добрый вечер Спасибо за слова приятные, спасибо Традиционная просьба, представьте, пожалуйста, всех музыкантов, с которыми вы сегодня пришли Гитара Илья Шаповалов, гитара клавишная На бас-гитарах Джон Щеголь И на барабанах Борис Лившиц Ну и хочется задать вам вопрос, который мы выставили на всеобщее голосование Считаете ли вы собственный приход испанка в поп-рок взрослением? Или чем-то это другим было бы условлено? Я никогда не думал об этом, потому что я себе допускаю и в сегодняшних работах Немножечко того, что было тогда Это естественная часть моя И, может быть, будут еще какие-то пластинки не совсем характерные тому, что я делаю сейчас Я работаю над парой проектов, которые, в общем-то, будут нести совершенно другой энергетический заряд Понятно То есть, по большому счету, это была естественная эволюция Нежели какой-то просчитанный шаг, взросление и так далее, да? Ну, в группе ХЗ я принимал участие Я не был никогда ее лидером или еще что-то Вот так вот все и происходило Мы друзья, остались друзьями И, в общем-то, я понимаю их, они меня понимают прекрасно А можно считать ХЗ панк-группой? Потому что вот то, что слышал я, ну, наверное, мне сложно назвать панк-музыкой вот в классическом понимании панка Ну, группу Уин тоже называют панк-группой Поэтому, хотя, в общем-то, в классическом понимании панк-рока они не играют на шумных гитарах очень много Вот, ну, ХЗ позволяли себе даже хардкор Спасибо большое Я думаю, на эту же тему обязательно поговорим мы с экспертами Сейчас, пожалуйста, вторая песня King's Eyes АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Твоя сестра Когда ты едешь домой Когда за окном темно И звезды падают на дно На дно городского дна Где бродишь ты одна Где встречи ждешь со мной Под полной луной Твоя сестра Любит пить Курить и резко шутить И на фотке твоей она Сигареты выжигают глаза Так у вас всегда Ни жалости, ни стыда И мне с ней очень легко Падать на самое дно Без тебя скучно И с тобой скучно Для тебя скучно И без тебя скучно Я найду место Где твое сердце Сердце свое Без тебя скучно И на фотке твоей она Ты ждешь, когда у меня Сотрется для ночи дня Когда твой вечный кошмар Растворится и исчезнет как па Все, о чем грезешь ты Скучно и печени Раз и навсегда пойми И сделай татуировку Без тебя скучно И с тобой скучно Тебе скучно И в тебе скучно Я найду место Где твое сердце Успокоиться И навсегда Твоя зима Спит со мной Когда ты едешь домой Когда за окном темно И звёзды падают на дно, на дно городского дна, где ты одна. Для встречи ждёшь отчахывания, чистилищ при спутни. Сегодня у нас в студии Найк Борзов. Тем временем подъехал у нас опоздавший эксперт Дедушка Мороз, Саша Пряников. Хочется пообщаться с экспертами на следующую тему. Ну, в общем-то, наверное, та же тема, на которой мы говорили и с Найком. Является ли переход Найка из панка в поп-рок неким взрослением или как? Его собственное мнение мы уже узнали. Вот хочется поговорить с ещё одним панком. Чача, пожалуйста, вам слово. Мне хотелось бы ответить вопросом на вопрос. Дело в том, что то, чем занимается Найк, я знаю довольно давно. В разных опостасях его видел. Хочу отметить то, что качество музыкального исполнения с годами всё выше и выше. Спасибо. За это большой респект. Кроме этого, хочу сказать, что Найк Борзов и Сотоварищи — это группа, которая является трудоголиками. Дело в том, что я специально зашёл на сайт, на их фэн-сайт. Ну, что-то есть, да. За последний год они сыграли около 90 концертов. Это означает, что они играли порядка раз в 4 дня. На самом деле... Бывает и больше. На самом деле это довольно жёсткий график концертный. Означает то, что люди востребованы и много играют, это хорошо. Что меня пугает и что мне не нравится, чем дальше в серьёзный шоу-бизнес уходит Найк, тем более в чёрную меланхолию превращается его творчество. Поэтому я хочу ответить, даже не ответить, а просто задать вопрос. Найк, чем дальше ты в шоу-бизнесе, да, в серьёзном, тем страшнее, что ли? Что происходит? Действительно ли невозможно жить, что ли? То есть как-то раньше я видел гораздо больше оптимизма, реально. Сейчас я вижу, что ну всё, просто бай, на самом деле. Убейте меня прям, я не хочу потеть больше, невозможно это выносить. Просто вопрос такой, или это просто связано с каким-то там персональным опытом и особенностями личности, или всё-таки это всё-таки шоу-бизнес, который, мать его, вынимает мозг так сильно? Отвечать можно? Конечно. Спасибо за слова, спасибо за добро, опять же. Потому что я, честно говоря, тоже не почувствовал каких-то там перемен в себе особых, с переходами, нет. Но вот по поводу шоу-бизнеса, да, он у нас очень странный. Во-первых, перевёрнуто всё немножечко на голову. То, что музыкант обязан давать вот такое количество концертов, вместо того, чтобы просто продавать пластинки. Потому что этим занимаются, к сожалению, другие люди, пираты. Вот, и поэтому, ну и мы ещё записали плюс альбом за этот год. Тоже, в принципе, такой показатель хороший. А эта работа, она концептуальная. Она от начала до конца имеет одну какую-то цель, задачу. В ней каждый трек рассказывает свою собственную историю, которая является маленькой частью одной большой истории. И даже каждый инструмент в ней, в каждой песне не случайен. Каждый удар в какой-нибудь дзынь тоже, в общем-то, имеет свою какую-то смысловую, видимо, нагрузку. Вот. Вот все засмеялись, да? А ведь смех Найка, он тоже какую-то смысловую нагрузку наверняка в себе несёт. Ага. Юрий Аксют и Хит.ФМ, пожалуйста, вам слово, что, как вы считаете, взросление и невзросление больше ли стало чёрной меланхолией или смысловых дзынь? Первое. Мне сегодня очень нравится публика. Да. Она сегодня такая чудесная, открытая, реагирует буквально на всё. Это означает, что программа сегодня просто обречена на успех. Дело в том, что я сразу оговорюсь, я не являюсь безумным поклонником Найка Борзова, может быть, в силу как бы особенностей своего попсового характера. Но это ещё не самое страшное, что я сказал. Но я не могу не отдать должное его самобытности, яркости и, в общем-то, и таланта. Спасибо. Спасибо, Найк, правда. Говорю абсолютно искренне. Спасибо. Очень приятно. Я послушал последний альбом, я прослушал его. И вот тут у меня, честно говоря, с Сашей, с Чачей очень схожие мысли возникли. Потому что несколько представлений о вас было такое другое по тем сильным, таким ярким шлягерам, которые вы сделали последние годы. А это действительно получилось уж слишком концептуально и, на мой взгляд, уж слишком смурно. Да простите меня. Но вопрос, который задали сегодня на интерактив, у меня совершенно непонятен. Я не могу отвечать за вас. Как-то это очень смешно. Перешли вы какую-то грань из юношества в зрелость? Либо не перешли. Это, наверное, вам виднее всего. Но закончу свой первый выход в том, что альбом действительно яркий. Он действительно концептуальный. В нем слышится все то, о чем вы говорили. Он действительно отработан. Я очень хорошо знаком с Олегом Нестеровым. Мы дружим очень много лет. И я знаю, что то, что он делает, он делает все со вкусом. Вот это очень важно. И весь альбом получился со вкусом. Но, на мой взгляд, он немножко такой чернушный. Спасибо. Спасибо, Юрий Аксюта. Вадим Наливайко, Радио Шансон. Пожалуйста, вам слово. Вы знаете, сразу видно, что ребята в свое время слушали много хорошей классики. И в отличие от некоторых групп, которые приходили на эту программу, ребята умеют играть. И умеют играть неплохо. Но сам по себе вопрос, предполагающий, есть ли рост или нет. Но вот насколько я смотрю от мальчика Вовы и от маленькой лошадки до того, что сегодня прозвучало, мне все-таки кажется, что это скорее горизонтальная эволюция. Нельзя говорить, что это явный рост или явные какие-то потери творческие. Это просто как бы немножко другое. Нет у меня ощущения, что человек пытается подстроиться под шоу-бизнес. Нет, ребята делают то, что они как бы делают. Скорее подразумевался рост по сравнению с хзшным творчеством. Ну явно рост есть, потому что я использую уже немножечко иные технологии. У меня больше возможностей для того, чтобы что-то делать. Тогда мы писали путем двух наложений за два дня один альбом. Поэтому что тут говорить. Конечно, рост есть. Нет, сейчас видно, что это достаточно уже серьезная музыка, аккуратно сделанная. Но если вот мы здесь сидим, представители популярных коммерческих радиостанций, вот у меня нет ощущения в необходимости этого материала на радио. Просто немножечко не пришло время, я думаю. Все впереди. Михаил Козырев, наше радио. Спасибо. Такой хороший вопрос. Взрослеют ли панки? Ответ знает только Чача. Вот, значит... Нет. Нет. Я... Значит, что я хочу сказать. Вопрос опять, если чуть-чуть вдуматься, то по возрасту мы все начинаем с протеста. То есть нас, 15-летних, вообще не устраивает устройство окружающего мира. И мы-то знаем, что сейчас вот дойдет до нас дело, и мы все переоборудуем так, как нам было бы удобно. И уж точно эти всякие уроды с белыми манжетами и в дорогих галстуках не будут уговаривать нас и объяснять нам, как надо жить. Значит, потом все меняется. Значит, и просто получается так, что со временем запал пропадает, много вещей начинает тебя устраивать. А про поводу тех, которые не устраивают, ты так смотришь на них и думаешь, ну и ладно, в общем, как-то я приспособлюсь. С точки зрения артиста самое важное заключается вот в чем. Не потерять бы вот этот вот стержень, с которым ты начал это отношение к окружающему миру, и пронести его, несмотря на то, что твоя цельность будет проверяться и подвергаться ударам на каждом этапе, на каждом витке. Вопрос, что случилось с Найком на этом пути, он на самом деле неоднозначный точно. Понятно только то, что он, мне кажется, сохранил способность раздвигать рамки музыкальные в самые разные стороны. То есть он экспериментирует очень смело как в направлении электроники, так и в направлении гитарной музыки. Но я точно знаю, что песня «Я знаю три слова, три матерных слова» это была такая зона компромисса. Потому что если бы можно было пробиться на радио без вот такого, в общем, примитивного и достаточно тупого и набившего оскомину при всей его ироничности и стебовости Шлягера, то наверняка он бы предпочел этот путь. И предпочел бы, наверное, не делать эту песню, которая навязла у всех зубов очень быстро. Но опять-таки природа, опять не радио, а именно слушателей такова, что вот чем проще, примитивнее и проще запоминается, тем больше внимания будет уделено песне. И только потом, после этого, можно вслушаться, что он на самом деле поет, последнюю песню, верхом на звезде, и расслышать, что артист пытается сказать. Поэтому я скажу только одно. По моему ощущению от общения и от прослушивания того, что делает «Найк» за последние, я думаю, что там 6 лет, по крайней мере, мне кажется, что вот стержень он сохранил, и самое главное, он в этой битве не сдал. Вот. Настоящий воин никогда не сворачивает с избранного пути. Спасибо, Михаил. По поводу компромиссов с радиостанциями и со слушателями, как вот вы и сказали, да, переложив тем самым слегка ответственность с радиостанции программных директоров на слушателей вроде как, да, поговорим, наверное, чуть позже. Александр Пряников, знаток стержней. Пожалуйста. Я могу одно сказать, что вот 10 минут назад, ну 20 минут назад... У вас еще здесь не было. Урод. Да, я был в другом месте, как раз где были уроды, ну, вероятно, там в дорогих галстуках, у меня дешевый советский. Вот. И они отлично отплясывали под группу «Ночные снайперы». И я понял, что, да, группа «Ночные снайперы» выступала на этой вечеринке, и я надеюсь, это равнокалиберные команды по своей душевной глубине и умению цеплять публику. Но снайперы вышли на эту сцену, мне было за них немножко страшно, но они взяли через 5 минут, их отлично понимают. Грех глупо думать, что сейчас мейнстрим, там основная слушающая публика с деньгами вдруг хочет слушать Маликова. Им, ребята, это надоело. Им хочется слушать живой, хороший, упругий, мощный рок-н-ролл. Но они хотят веселиться, понимаешь? И ты, как человек, который уже достиг той планки, как мне кажется, музыкальной, исполнительской, у тебя должны уже стоять другие задачи. И люди, когда тотально ты видишь действительно чернухи вокруг, очень много. Очень много расслоения в обществе, и люди не знают, куда прибиться, кого им слушать. Где тот вождь, который им сегодня расскажет, как завтра, как каждый момент выжимать счастье из каждого прожитой секунды. И когда вокруг полно одни меньших уродов, которые обвешиваются железом и трут, в общем, со сцены о том, что они знают правду, при всем при этом они тащат людей страдать и переживать непонятно за что, вот с ними я не согласен. Поэтому о согласии с уважаемыми коллегами-экспертом, которые сказали, да, в твоей музыке достаточно много сегодня пессимизма, очень мастерски сыгранного и хорошо исполненного. Вот тем, мне кажется, тебе, как большому художнику и музыканту, должно быть ответственнее за судьбы тех, кто тебя слушает. Потому что ни к смыслу, ни к тексту, ни к музыке, ни к исполнению, ни к твоим образом, который ты несешь в видеоклипе, я придраться не могу, мне это все очень нравится. Но я чувствую, что вот если бы ты был чуть более позитивнее при всем своем мастерстве, если бы ты был чуть светлее и так же мастерски это исполнял, добра на земле стало бы больше. Спасибо, Александр. Вот единственная забавная такая реплика была по поводу того, что вот, найк, это немножко грустно, хочется веселого рок-н-ролла, ночных снайперов. Не веселого, нет, ночные снайперы умудряются при всем при этом, при всем при том, что они, ну, немножко грустят, там есть все равно позитивные, они показывают, ребят, вот давайте мы сейчас пострадаем, но есть выход. А потом повеселимся сразу. Потом повеселимся, и выходит на сцену группа «Отпитые мошенники». Нет, я просто видел, как люди тоже очень активно весело танцевали под группу 7B. «Гордость с полными вагонами». Достаточно невеселая, упругая песня, но под нее тоже зажигали очень ярко. Ну, на эту тему можно долго говорить, да? Найк, пожалуйста, следующая песня. Одна она. В пилу с залозой, в сердце мое, стрела Купидона. Хочется вытащить и никогда не думать об этом. Солнце безжалостно выжгло глаза своим ярким светом. Одна она повсюду, где бы ни скрылся я, во всех глазах и лицах. Солнце безжалостно выжгло глаза своим ярким светом. Солнце безжалостно выжгло солнце. 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 Где бы ни смылся я во всех глазах и лицах Только одна она, лишь одна она Вмилой занозой в сердце мое стрела Кубидона Злобный уродец никак не оставит в покое Пусть будет больно, силы найду и выдерну скорби Новая жизнь, нужно понять, что это такое Одна она повсюду Где бы ни скылся я во всех глазах и лицах Только одна она, лишь одна одна Она повсюду Где бы ни скылся я во всех глазах и лицах Только одна она, лишь одна она Лишь одна она Найк Борзов в программе «Земелевоз» Вы смотрите интерактивное музыкальное шоу «Земелевоздух» Сегодня у нас Найк Борзов И вновь обращаюсь к экспертам Вот говорил Михаил Козырев с нашего радио о компромиссах На которые вынуждены или должны идти музыканты Чтобы попасть в ротации Прежде всего для того, чтобы усладить слушателя И хочется поговорить об одном компромиссе с песней «Лошадка» Есть там, было там нехорошее слово «Кокаин» Песня была в 97-м, да, написана? Если не раньше В 93-м В 93-м, а изначально предлагалось, по-моему, радиостанцам Как раз в 96-м, 97-м Да, в 97-м Вот, и тогда не была она взята в ротации Как раз вот из-за этого нехорошего слова Из-за слова «Кокаин» А потом прошло какое-то время И песня появилась в ротациях Вот является ли это тем самым компромиссом Михаил, к вам такой вопрос То есть убрали слово, значит пришли к компромиссу Нет, дело не в этом Если Hello? Вот, слышно Если я ошибусь, ты меня поправишь Значит, история была такая Это была песня, принесенная на радио «Максимум» По-моему, если я не ошибаюсь, в 95-м или 96-м году Найка Борзова в радиоэфире вообще не было Это была первая пластинка нарезанная И пластинка, если знаете песню, то там, собственно говоря, это одно из ключевых слов Моя позиция в ту пору насчет этого, она была следующая Я считаю, что всякое публичное упоминание наркотиков должно быть каким-то образом обосновано И если его можно избежать, лучше его избежать Избежать его полностью не удастся, потому что это часть жизни И тем более в музыке, которая построена на каких-то чувствах и переживаниях Это тоже неотъемлемая часть Никуда от нее не денешься Но если этот прием используется для того, чтобы выстрелить и стать популярным Потому что тема автоматически горячая и привлекающая внимание То я считаю, что это эксплуатация И это непозволительно Это не должно было быть первой песней Потому что тогда это то, что называется «выехать на горячей теме» Потому что песня сама по себе представляет отдельно абсолютно, на мой взгляд, заслуживающее внимания художественное произведение Когда прошло несколько лет, и уже была история артиста Найка Варзова Которого люди знали не за то, что он употребил это слово А за многие другие шлягеры, которые крутились уже в эфире И альбом вышел В этот момент мне показалось, что эксплуатации точно уже образа этого не будет И тем более еще вдобавок ребята принесли нам версию, в которой это слово было инвертировано То есть вместо слова «кокаин» было «у-ни-няк» И в таком виде она пошла Притом, когда мы играли там live, например, версию с нашествия, мы оставляли полностью так, как оно есть Поэтому, в первую очередь, я считаю, что невозможно эту тему эксплуатировать и на ней выезжать к популярности При том, что, опять-таки, упоминание этого не избежать И нельзя судить музыку по такому принципу Я не знаю, насколько, конечно, можно выехать на слове «кокаин» на пик популярности Для меня это загадка Но примерно в те же годы, по-моему, активно Агата Кристи призывала вечером встречаться и курить опиум Линда пела про маму-марихуану А уж более святого для русского человека, чем мама Нет, никогда Если мама-марихуана, то это уж, наверное, больше пропаганда, чем лошадка, которая везет с собой Я полностью подписываюсь под каждым из треков, учитывая то, что у Агаты Кристи была к этому времени уже пятилетняя история популярности, начавшаяся с песни «Я на тебе, как на войне» Но пропаганда... А у Линды... Нет, но мы... Я не считаю, что это... Я много раз отбивался от нападок, что из-за того, что в эфире тех радиостанций, которые были в моем ведении, крутились эти песни, это называется пропагандой наркотиков Я не считаю, что это пропаганда наркотиков Я считаю, что это очень сильные, мощные, табуированные в обществе образы, которые, тем не менее, артист имеет право использовать И никто ему это право не может запретить Это вопрос отнять от него, это вопрос уже наш Считаем ли мы правильным на тех радиостанциях, которыми управляем, давать такое в эфир? Я считал, что это правильно Ну вот, странная ситуация, да? Призыв, давай вечером встретимся, будем опиум курить или напудрив ноздри кокаином Это является всего лишь метафорой, не является призывом Я привезла вам новый мир, я привезла вам кокаин Это вроде как однозначный призыв Очень странно, получается, что программный директор является подсоветом Никуда не слышишь меня, я же тебе говорю, что это не является тоже Только когда эта песня первая, на которой артист хочет построить дальше свою Это абсолютно использование темы А если она в контексте, это абсолютно нормально Я понимаю, хорошо Юрий Аксютов, считаете, радиостанцию Hit FM Считаете ли вы, что если группа уже не молода и заслужила себе имя другими песнями Она может смело эксплуатировать наркотическую тему и околонаркотическую? Или все-таки тоже нужно, давай вечером с тобой встретимся, будем курить? Тут просто пропускать плохое слово Ну, во-первых, я хочу сказать, что я далек от мысли, что Найк Борзов написал эту песню специально для радиостанции и для своей популярности Для того, чтобы ее каким-то образом поднять Для того, чтобы песня закрутилась на радиостанциях Тем более, в общем-то, с такой скандальной темой Первая ее версия была порядка шести с лишним минут Вот, я, видимо, значит, я прав Поэтому, скорее всего, мне кажется, и здесь я хочу возразить, на самом деле, Миша и моя позиция совершенно другая Мне кажется, что не музыканты должны подстраиваться под радиостанции В общем-то, радиостанции должны сами отбирать свой формат Ты послушаешь, что я сказал, что музыканты должны подстраиваться Нет, я просто... Нет, нет, это не бред Просто у тебя прозвучала мысль о том, что Найк для своей популярности выпускает песню «Лошадку» Ну, понятно, но он мог привести что-то другое Он принес песню и сказал, хотите поставить? Мы сказали, нет, не хотим Совершенно верно Я об этом и говорю приблизительно Так вот, мне кажется, что, в общем-то, программные директора радиостанции отбирают музыкальный материал под свой формат Это первое И на совести каждого уже программного директора Является ли для него это пропагандой наркотиков На достаточно широкую аудиторию каждой своей радиостанции Либо не является Он сам вынужден решать этот вопрос И, в первую очередь, оценивается, по всей видимости, песня Ее хитовость, ее потенциал музыкальный, вокальный, энергетический, актерский, все что угодно Что, в конце концов, из этого будет? Что касается вообще этой темы наркотиков как таковых Мое личное мнение Я категорически против пропаганды в любом виде Будь то Агата Кристи Будь то Замечательная песня, в общем-то, как песня Если говорить о ней, как о хите Максима Фадеева, Марихуана У Линды Это очень сильная песня Я против темы этой как таковой в песнях Вот, что, наверное, правильнее и точнее и яснее Я считаю, что это эксплуатировать нельзя Ни в каком виде Не так, не так Тем более, что можно было заменить Мама, мама Марьи Ивановна Ну, к примеру Если, нет, все зависит от того Антон, все зависит от того, что вдохновило Первичным были слова или все-таки первичным была музыка Для Максима Фадеева Тут мне трудно оценить этот вопрос Что вдохновило на написание А что вдохновило на написание, понятия не имею Вот, поэтому для меня личная эксплуатация этой темы является вообще На мой взгляд, некорректной Во всяком случае, для радиостанции Спасибо Хочется обратиться к музыканту Чачи Вот, как вы считаете, вот именно по этой теме То есть подстраивание И, может быть, не стоит вообще писать на какие-то запретные или полузапретные темы Для того, чтобы заведомо себя не подставлять под огонь Муз-критиков в лице программных директоров Кокаин — это что такое вообще, в принципе? О чем тут спич идет? Нет, на самом деле, если серьезно Я считаю, что... Моя позиция простая Я в первую очередь музыкант Я считаю, что у музыканта должна быть свободна Он должен говорить то, что он считает нужным Если он посчитал нужным, что нужно спеть о том, что Какая-то лошадка везет кокаин Значит, она везет кокаин Если он посчитал, что нужно спеть о том, что кто-то сделал что-то Достаточно много, правда, в нашей стране существует огромное количество ограничений Формально об этом говорил господин Пряников неоднократно Что у нас свобода и все хорошо На самом деле это не так совсем Существует огромное количество правил Причем очень сложно прописанных, очень непрозрачных, очень непонятных По которым любой музыкант должен действовать Я считаю, что музыкант, на самом деле, должен быть свободен от правил Он должен быть свободен от общества От моральных ценностей, обязательств, каких бы то ни было Действовать только исключительно в своих эгоистических интересах И в этом смысле то, что делает Найк Борзов Мне очень симпатично Потому что то, что делает, он чудовищно И чудовищество в том смысле Последняя пластинка, по крайней мере, меня даже, я говорю, повергает в уныние Что же думать, на самом деле, о людях, взрослых Или, не знаю, которые случайно услышат это по радио Чем более деструктивно ведет себя артист В этом шоу-бизнесе, который мы имеем сегодня на нашей сцене Тем лучше и тем больше респекта я выражаю такого рода артисту Спасибо Музыкант должен быть свободен от моральных принципов Хочется быть музыкантом Да, я думаю, не только же должны церетели давать это дело Конечно, пожалуйста Я думаю, продолжим обсуждение этой темы чуть позже Сейчас песня очередная АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Если между нами возникнет что-то вдруг Я вырву раскаленными крючками И это будет очень странный звук Сладкий привкус дай мне На твоих губах Чуть больше, чем хотелось Чуть больше, чем в романах и стихах Уверенность на грани Под кожей хрупкий лёд Чем кончится всё это Как далеко зайдёт Если между нами возникнет что-то вдруг Я вырву раскалёнными крючками Чуть больше, чем странный Я вырву раскалённые крючки Я вырву раскалённые крючки Я вырву раскалённые крючки Есть и будет постоянно Есть и будет постоянно Я вырву раскалённые крючки Я вырву раскалённые крючки Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры создал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создал DimaTorzok 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 Я думаю, что это дорогого стоит. Это успех и Пряникова тоже, я думаю. Да, конечно. Я думаю, что после этого на русском радио должна появиться хотя бы одна композиция. Уважаемая группа, которая выступает перед нами. Одну секундочку. Второе. Что хотелось сказать. Найку больше оптимизма просто по жизни. Я думаю, что в любом случае все будет хорошо. До тех пор, пока мы не умрем, мы будем живы. И такая простая мысль, незамысловатая, должна являться для нас каким-то таким маячком небольшим, который ведет нас куда-то. Третье, что я хотел бы сказать. Творческих узбеков. И все. Спасибо, Чача. Юрий Аксюта, Радио Хит-ФМ. Пожалуйста, слово вам. Мне не хотелось бы ничего, на самом деле, советовать Найку Борзову. Потому что он человек, по-моему, самодостаточный. И, в общем-то, все, что мы, люди, которые эксплуатируют, в общем-то, труд артистов, музыкантов, с нашей стороны советовать, наверное, это не совсем благодарное дело. Из уст Чачи, как из уст коллеги, это нормально. Из моих уст это будет выглядеть несколько нелепо. И мне понравилась очень сегодняшняя программа. Мне понравился, как держался Найк. Мне понравилось, как он работал. Мне, в общем-то, осталось самое приятное впечатление от общения Найк. Спасибо огромное за это. И, что касается радиостанции Хит-ФМ, опять же, несмотря на некую скандальность, скажем так, творчества Найка, Найка, я думаю, что все-таки каждая радиостанция, и мы в том числе, если мы найдем что-то, что подходит под наш формат, что мы считаем интересным для нашего слушателя, Мы сами это возьмем для нас, под нас не надо приспосабливаться, что он, собственно говоря, и не делает, за что я ему и очень благодарен. И что вызывает во мне глубокое уважение. Спасибо. Вадим Наливайко, Радио Шансон. У меня тоже осталось очень хорошее впечатление. Особенно мне понравилась работа барабанщика. Группа прям вот очень с большим удовольствием смотрел и слушал. Безусловно, и группа в целом, и Найк, персоны абсолютно самодостаточные, ни под кого они не подстраиваются, и слава богу, имеют право на существование много-много лет, хотя ни рост, ни падение, в общем-то, особо и не видно. И, пожалуй, впечатление в целом осталось у меня хорошее, но ничем не поразило меня ни встреча сегодняшняя, ни творчество ваше. Я, кстати, даже смотрел на реакцию аудитории. Аудитория милые, приятные очень люди. И очень здорово, бурно они реагируют на всякие межпрограммные дела здесь, на немузыкальные дела. А по музыке я смотрю... Даже на рекламу. А, даже на рекламу. А по музыке я смотрю, вот есть семь девочек, я посчитал, которые очень активно тогда ведут себя. А остальные народ смотрит, и мальчики, конечно, тоже. А народ смотрит, как работает кран операторский. Народ смотрит, как лампочки вертятся. Народ ногти, которые... Но это еще не все люди, которые нас смотрят. Более того, я уверен, что сюда-то пришли в основном лояльные к вашему творчеству люди. Поэтому дай бог, чтобы у вас все получалось. А радиостанции будут смотреть, что именно получается. Удачи вам. Спасибо, Вадим. Михаил Козырев, «Наша радио». Давным-давно, когда мы с моим приятелем Мишей Симаковым вели программу «Радио голос совести» на Екатеринбургской радиостанции «Трек», у нас такой слоган был. Радио голос... Ну, один был «Радио голос совести, победа ума над разумом», а второй был «Радио голос совести, мы раздвигаем границы дозволенного». И мне кажется, что, чтобы постараться избежать общих слов, вот две темы, которые явно сегодня прозвучали, это переход из панка в другую музыку. И те табу, которые музыкант может приступать в своем творчестве, и как мы к этому должны относиться, я всегда тяготел к людям, которые обладают стойкими принципами и противопоставляют себя устоявшейся системе, и противопоставляют себя каким-то рамкам, которые за нас кто-то придумал в обществе. Я считаю, что альтернатива вообще двигает музыку, потому что именно оттуда вливаются свежие идеи, силы и мощные какие-то музыкальные вливания в мейнстрим, то, что мы называем музыкальную культуру. Поэтому мы стараемся помочь всем талантливым людям, кому только можем помочь. И я абсолютно честен перед Найком, когда я рассказываю ему историю той песни, которую мы первоначально не знали, и могу честно это сделать ему, глядя в глаза, потому что он знает, что когда надо было помочь, мы ему помогали, и остаемся с ним все это время. И я хочу еще сказать, что это вот не Найк изменился, а мне кажется, что благодаря нашим скромным усилиям музыка в целом изменилась вокруг нас. И сейчас у нас в окружающем пространстве звучат вещи, которые еще в середине 90-х годов были бы неприемлемы. И поэтому мне кажется, что нужно стараться изменять мир, иначе мир постарается тебя изменить, а силы будут очень неравными. Поэтому Анайку респект, как обычно. Михаил, а вот скажите, такой вопрос, а какие темы, как вы считаете, еще стоило бы сделать табуированными? Ну, помимо темы наркотиков, вроде как вы говорите, она не должна звучать, в этом с вами согласились практически все эксперты. Вот еще есть какие-то? Значит, я еще раз повторяю, Антон, специально для тебя. Я как раз считаю, что это не табуированная тема, и что это абсолютно уместный, емкий, мощный, страшный образ, который артисты, писатели, художники, режиссеры используют часто. И я считаю, что единственная вещь, которая неправильна, это когда ты хочешь пробиться любой ценой, и ты употребляешь какие-то вещи только для того, чтобы... Это эксплуатация образа. Вот я считаю, что там тату, это эксплуатация лесбийской темы. При том, что там многие вещи сделаны талантливо, да? То есть песня «Лошадка» — это эксплуатация темы кокаина. В том-то и дело, что нет, в тот момент, если бы она была тем паровозом, который бы вывез артиста только за счет упоминания этого слова, это было бы действительно эксплуатацией темы. Но когда люди знают, кто такой Найк Борзов и какая у него палитра творчества, то в этих рамках они спокойно понимают, что он это сделал не для того, чтобы употребить там это слово. Но мы же пришли к выводу, что и тогда, в 95-96 году, он слово кокаин употребил не для того, чтобы это слово стало локомотивом и вытащилось за собой. Это вопрос там, какое количество людей знало вообще его тогда? Это было в массовом масштабе неизвестное имя. Просто массовый масштаб не воспринял бы ту метафору, которую Найк употребил. Конечно. Но поймите, на мой взгляд, есть слушатель умный, как мы все говорили, а есть слушатель, которому по барабану просто слушает. И вот слушатель умный, он понял бы даже в устах неизвестного на тот момент Найка метафору про кокаин. А слушатель не умный, а что, он и у Агаты Кристи не понимает. Самойлов сказал курить, пойдем, когда мы собираемся вместе, нам не важно, что курить. У нас не возникают вопросы. Мне кажется, что то оружие, которым мы обладаем, в данном случае эфир, это очень опасное оружие, его нужно употреблять крайне взвешенно. Я поэтому не могу вот так абсолютно четко, как, например, Юра сказать, я против всего всегда. Это нельзя делать и нельзя употреблять. И, в общем-то, он в данном случае, так сказать, абсолютно честен, потому что у него в эфире этого нет вообще. В том, что встречается у нас в эфире, то я могу сказать, точно не встречается в эфире ни одной из этих радиостанций, присутствующих здесь, и вообще нет. И по поводу цензурированной лексики, и по поводу этого. Но мне кажется, что если есть какие-то вещи, которые я могу сделать для того, чтобы этот образ не был бы воспринят тупо, буквально, вот теми, которым по барабану, эти предосторожности надо принять и потом уже рассчитывать на то, что они поймут. Я просто не могу рубить с плеча. Это надо делать очень осторожно. Вот это мой компромисс. Дайте, пожалуйста, Пряникову слово, он остается неотвеченным. Ну как же Пряников останется неотвеченным? Конечно, отвеченным, Александр. Просто тема такая была затронута очень. Болезненно. Ну, во-первых, я, да, болезненно. Антоша, как для человека, который еще не вышел на улицу, не повстречал свою первую женскую грудь, для тебя это, может, и болезненно. А для меня это, я готов объяснить смысл семантики своих слов. Просто хочется на сцене, действительно, хочется видеть на сцене людей, неважно в каком они жанре трудятся, которым, в общем, в бане не страшно повернуться спиной. Поэтому я сегодня такого человека встретил и с удивлением обнаружил, что, оказывается, у нас с Чачи в лексиконе есть одинаковые слова. Он тоже этого хочет, только, наверное, в отличие от меня, стесняется об этом говорить. Вот, поэтому, поэтому не мстить никоим образом. Болезненно, теперь ты, голубчик, помолчай, я к тебе потопчусь. А Чача за вас просил, слово говорить дайте. Ничего, ничего. Значит, в любом случае, не нужно мстить, правда? Растем, растем вместе, и станции растут вместе, и наш лексикон расширяется, и информация увеличивается в голове благодаря музыкантам, которые, просто все время забываем, ставим станцию над музыкантом. Вводим цензуру, а мы такие, распосеки, и нам в одну ноздрю уже два пальца не лезет, понимаете как? То есть мы уже крутые, мы можем за музыканта решать. Мы можем определять, например, настроение радиостанции, но вот что музыкант делает, как и зачем, наверное, нет. Но Найк Борзов в свое время, я тоже примажусь к этому светлому имени, и тогда еще, когда мы ввели полупиратские программы в ночь на русском радио, я знаю три слова, она звучала именно там. И я ее поставил именно исходя из тех соображений, что среди слушателей русского радио есть адекватные люди. И надеюсь, Найк Борзов, что вместе с тобой эти адекватные люди, и неадекватные, наверное, тоже, будут набираться уму-разуму. Теперь тебе один привет от наших общих друзей из Видного, из твоего родного города, и второе, фе от твоих поклонников, тоже моих друзей, которым ты не дал авторгов в свалки, гад. Спасибо большое, спасибо всем экспертам. Найк, пожалуйста, заключительная песня. А по воду лошадки я так считаю, что всему свое время. Последняя песня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты слышишь, слышишь, как сердце стучится, стучится по окнам, по окнам, по крыше, как дождик. Твой нерв на исходе, последняя капля, последний луч света, последний стук в сердце. Ты видишь, видишь, умирает в огне преисподней, сиреневый мальчик. Он сильно напуган, подавлен, он пишет картину с собственной кровью, своими слезами и просит прощения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я стукнул в окошко, хвостом своим пролетая над домом яркой кометы. Рассекающий в вечности темное небо. Ты выйдешь из кухни, в сытцевом платье, Чтобы в последний раз повидаться И попрощаться Я буду любить тебя вечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова